Продолжение следует... Здравствуй, Стрелок. Я вижу, у тебя ко мне много вопросов. Задавай их, а потом мы решим, что с тобой делать. Мы о сознании. Группа исследователей, которые поставили перед собой цель изменить мир. Известно, что Землю окружает особое информационное поле – ноосфера. Она тесно связана со всеми разумными существами на планете и хранит все их мысленные образы. Мы решили подключиться к ноосфере и внести в нее изменения. Убрав все темное, что породило человечество, сделать мир идеальным. Ни один человеческий разум не обладает достаточной мощью, чтобы взаимодействовать с ноосферой. Поэтому мы объединили наше сознание. Зона – это результат вышедшего из-под контроля эксперимента с ноосферой – информационным полем Земли. Мы собирались подключиться к ноосфере, чтобы исследовать возможность влиять на нее. Однако во время эксперимента произошел пробой, и энергия ноосферы хлынула на Землю, меняя все вокруг. Так образовалась аномалия, которую вы называете зоной. Ты выпавший из механизма винтик. Во время одного из походов к центру зоны, ты слишком близко подобрался к нам. Наша защита от проникновения считалась совершенной, но тебе удалось найти путь, о существовании которого мы не подозревали. Допустить, чтобы нашу тайну узнал кто-либо еще, мы не могли. Человечество пока не готово узнать правду о причинах появления зоны. Поэтому мы немедленно стали кодировать наших агентов на твое уничтожение. По невыясненной причине оборудование дало сбой, и мы не заметили, что ты сам оказался в числе сталкеров, которые попали под наш контроль. В результате ты получил задание убить самого себя. Чернобыльская АЭС была наиболее подходящим местом для наших экспериментов. Во-первых, после аварии 1986 года здесь осталось очень мало людей, поэтому мы могли работать без опаски. Во-вторых, станция обеспечивала нас энергией, необходимой для работы установок. В-третьих, рядом со станцией находились мощные антенны, которые использовались в экспериментах по воздействию на сознание людей. Нет, мы здесь ни при чем. Наш эксперимент начался уже после аварии на Чернобыльской АЭС. «Сталкер» — это название программы по кодированию человека на выполнение определенных задач. На подходах к центру зоны мы расположили несколько пси-установок. Самая крупная из них известна вам как «вжигатель мозгов». Все, кто пытается пройти к центру зоны, попадают под наш контроль. Затем они проходят кодирование, становятся нашими агентами и получают татуировку «Сталкер». Рассылая их по зоне, мы влияем на ход событий и обеспечиваем свою безопасность. Это транспорт, которым мы доставляем наших агентов в разные части зоны. Агенты внедряются в среду «Сталкеров» и выполняют задачи, на которые они были запрограммированы, даже не подозревая об этом. К сожалению, более половины агентов при транспортировке погибают, так как зона очень нестабильна. Что будет дальше, зависит от тебя. Зона медленно, но неуклонно растет. Наших сил едва хватает на то, чтобы сдерживать поток энергии ноосферы. Ты можешь присоединиться к нам. Наши силы возрастут, и, возможно, мы сумеем взять его под контроль. Ты можешь уничтожить нас. Тогда энергия ноосферы беспрепятственно потечет в зону, и к чему это приведет, неизвестно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok